Это было очень впечатляюще. Мы оказались в очень удобном месте для наблюдения за феноменом, потому что уже несколько месяцев назад переехали на космическую платформу канала TF1. Пользуясь случаем, передаю привет людям и всем политикам, которые сейчас наверху. И постарайтесь, что тут не высовываются лет 50 еще. Ну и смотреть TF1, конечно. Давайте взглянем на карту. Карта выживших на севере. О, они все там умерли, бедняжечки. На Азорном берегу тоже все умерли. Зато, друзья мои, там больше нет русских туристов. На севере Италии тоже не осталось живых. И это прекрасно, потому что теперь мы точно завоюем Кубок Чемпиона Мира по футболу. Огромная волна полностью уничтожит Азгоры и накроет часть побережья Нидерландов. Но не будем останавливаться, сейчас я расскажу об атмосферных явлениях. Внимание, автомобилисты! Если вы будете двигаться через полоте, вы рискуете столкнуться с прилетающими дорогу домами. А это огромный торнадо. Он поднимет воздух коров, в результате чего ожидаются осадки с примесью меха и мяса. Сильный юго-западный ветер – это знак того, что существует большой риск китайского вторжения. Они маленькие, но их очень много. У них китайские петарды и очень сложные для изучения языка. Завтра в этом районе ожидается небольшое переселение народов. В случае массового бегства не пытайтесь укрыться на Корсике, потому что корсиканцы вас не пустят, и вы получите заряд крупной дроби в рожу. А это не очень приятно. К тому же, Костика маленькая, Корсика не резиновая, поэтому попытайтесь сотрудничать с оккупантами. Совет тем, кто любит бронзовый загар, не забывайте солнечные каски, потому что солнце завтра будет очень злое. И вот что может с вами произойти. И не забывайте солнцезащитный крем, потому что если забудете, то температура опустится, термометры будут показывать 50 градусов Цельсия. Если я говорю 50, значит около 50. Так что следите за метеочувствительными людьми, стариками, детьми, беременными, кормящими женщинами, детьми, подростками, взрослыми, животными, растениями, объектами, потому что все сгорает в твердям, как в адском пекле. Прогноз на вторую половину недели. В субботу, ведь радост не приходит одна. Астрономы предвещают падение метеоритов, но это не гарантировано. Именно поэтому на карте написано, нет, точно, на воскресенье, конец света. Тут нужно приготовиться, конечно, потому что мы-то спрячем в своей бренной косточке на космической базе ТФ-1, а вас, конечно, и не понят. Спутниковый прогноз показывает, что есть возможность, что конец света затянется, поэтому берите свои мотыги и копайте убежище у себя в огороде. А ваши дети будут вас любить сильнее за то, что вы их спрятали, а меня спасут, потому что я буду на космической базе канала ТФ-1.